Две лиги, формат 6 на 6. Любительские команды Одинцовского округа поборются за возможность играть в высшем дивизионе. В муниципалитете стартовал зимний чемпионат по футболу. У нас турнир каждый с каждым. Команды играют разделены на две группы по 8 команд. И они всю зиму будут играть между собой. Высшая лига будет играть между своими командами. То есть они в следующую субботу будут играть уже с другой командой своей группы и так далее, пока не определится до определения чемпиона, когда пройдет два круга. Также и первая группа. А вот на следующий год те команды, которые займут в высшем дивизионе последние два места, они вылетают в лигу ниже. А те, которые займут в первом дивизионе первые два места, они, естественно, поднимаются в более высокий уровень. По словам организаторов, участие в чемпионате дает большие преимущества. Цель футболистов – попасть в высший дивизион, в котором играют более профессиональные игроки. За свой престиж команды выкладываются на все сто. Ну а лучшие игроки по традиции получают награды и поощрения. Желаю успехов, чтобы в следующий раз вы были первые. Посмотрите, там по поставочкам поработайте. Задача всегда победить. В этом сезоне мы оформили золотой дубль. Также мы стали обладателями и Кубка Одинцовского городского округа. В этом сезоне, на самом деле, был очень тяжелый турнир. Очень давно уже не участвовало такое большое количество команд. 16 команд, практически все поселения, то есть округа принимали участие. Ну и сезон был, соответственно, долгим. Начался он в конце апреля и закончился только в октябре месяце. Так что было очень сложно, на самом деле, победить. Потому что, ну, скажем так, первые 8 команд, да, то есть, ну, довольно-таки сильные. И конкуренция была, ну, до последней игры сезона. То есть чемпионство определилось только в последнем туре чемпионата. Итоги летнего чемпионата подведены. Впереди соревнования, которые будут проходить всю зиму по субботам в составе 16 любительских команд. Екатерина Крамор, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова.